здравствуйте уважаемые подписчики садоводы и случайные зрители канала в этом видеоролике я хочу рассказать о саженцах плодовых деревьев и кустов которые мы в прошлом году купили в питомнике высадили их осенью значит на нашем канале есть ролики как мы это делали можно посмотреть также будет ссылочка внизу под видео этот ролик получился довольно длинный потому что будет показан весь сезон с весны до осени что мы делали какие весной у нас возникли проблемы с саженцами также какие сорта как прижились хотя заранее скажу что прижилось практически все так что присаживайтесь поудобнее наливайте себе чаю начинаем и так сейчас пойдем посмотрим значит мы высаживали кусты смородину и груши с яблонями ну пойдемте и так было высажено вот раз два три 4 5 6 7 8 8 8 кустов смородины разных сортов так давайте посмотрим как называется версальская белая так что у нас ролан это какого цвета нам красный рован так некоторые без этикеток это они одинаковые это у нас что велой это черная смородина и еще одна пигмей это тоже черная ну вот как видите приживаемость сто процентов это очень хороший результат я считаю ну во первых и правильно посадить нужно было это все посмотреть все это можно по ссылочке внизу под видео как мы это делали и нас в питомнике нас не обманули дали хорошие сорта с хорошей приживаемостью и видим да что они уже зацвели вот нам обещали что плоды будут уже в этом году ну вот они все все зацвели все в цветочках значит ягодки будут еще два кустика крыжовника посадили как видим тоже все прижилось прекрасно теперь пойдем посмотрим плодовые деревья кому интересно а малина еще кустик по дороге да вот это желтая малина тоже прижилась мы посадили тут вместе с другими потом посмотрим как она разрастается все будет расползаться значит мы их всех разделим кому интересно где находится этот питомник рекламировать я его сейчас не будут одно скажу что находится это в ленинградской области значит кого интересует в комментариях пишите свой адрес электронной почты я вам отвечу где находится питомник смотрим здесь у нас находится груша называется груша называется чижовская листиках а вот груша августовская роса что-то тут не складывается но смотрим скорее всего вот товарищи тут уже порылись все разрыто значит какие-то либо землеройки на кротов это не похоже хотя может тут это икрот и хоть мы сетку вокруг корневища клали но видимо но вот она была вот эта почка да была 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 она как-то была бодрее верхняя но сейчас как-то она вяленькая ну посмотрим может быть просто еще не проснулись до конца да 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 вот похоже что вот все таки будет все хорошо так это яблоня мелба называется но она еще по моему в стадии не проснулась хотя вот смотрим вот почка прямо внизу видите побег дала на стволе мы заметили вот такие трещины так как мы неопытные садоводы мы конечно обратились сразу к литературе которая у нас заготовленная но и в интернет и нам кажется что по всем признакам это ожог весенний вот ну что для этого нам надо сделать как пишут зачистить рыхлую кору края но тут наверное ничего не стоит чистить потому что мы сейчас весь ствол заголим обработать рану бордовской жидкостью ну как один из вариантов там есть разные рану рану вот рано то здесь тоже там тоже значит трещины обращены на юг и юго-восток примерно в этом секторе опять-таки это один из признаков того что это весенний ожог и как выяснилось вот этот сорт мелба он один из самых поражаемых весенними ожоглины в питомнике нам об этом не сказали скорее всего забыли потому что на все наши вопросы достаточно терпеливо отвечали ну ничего надеемся что все будет хорошо после обработки бордовской жидкостью замазываем и тираны садовым варом к примеру хотя возможно и другие варианты мы замазываем тем что у нас есть и вот еще одна яблонька памяти лаврика называется ну тоже да вот почечки виде просыпаются правда как-то долго сегодня 17 мая вот видим у нас черемуха вообще цветет ну да яблони еще рано все в цвету все и потом этой травкой мы обложим вокруг чтобы не росли сорняки как бы органические вещества пополнялись потихонечку сейчас выставим Простите. Вот так аккуратненько мы около кустиков разложили скошенную траву. Сейчас обложим вокруг и это будет защищать наше растение от сорняков. Вот так раскладываем мы бульшу вот эту. Сорняки расти не будут. И что еще будет хорошего? Влага не будет испаряться. Это видео не является учебным пособием. На нашем канале мы, городские жители, которые переехали в деревню, вторую звезду тут живем, просто рассказываем о том, что мы делаем и как у нас получается или не получается. Поэтому кому интересно, смотрите, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Кто считает это нудным и ненужным, переключитесь на другой канал. Так прошло недели две после съемок наших саженцев. Давайте посмотрим, что тут происходит. Значит, груша чижовская, видите, прекрасно себя чувствует. Все замечательно. Что-то тут нападало. Так, а вот груша августовская роса, у которой две почки кеплились наверху. Вот она. Мы так и не поняли. Покажи эти обрезки. Ну а что не поняли? Вот эти две почки, которые пытались проснуться. Здесь вроде как и древесина зелененькая, но вот ближе к корню древесина уже идет черная. Все черная, да. И вот... Поэтому почки как были, вот они зелененькие, они на том же уровне остались. Да, мы их обрезали. Все вот это обрезали. Ну, скорее всего, мы опять подглядывали в интернет, так как мы неопытные садоводы, что прихватило морозом. Потому что зима у нас это была тоже оттепели заморозки резкие, был ледяной дождь под Новый год или сразу после Нового года. И похоже... Потому что корешки явно тут все нормально. Вот видите, побеги идут от корня. Мы не можем разобрать. Если вот эта прививка внизу, то значит побеги вот идут выше прививки и тогда у нас все хорошо. Потому что выше почки так и не просыпаются, судя по всему. Мы ее обрезали до живой древесины зелененькой. Варом замазали. Ну, будем наблюдать. Что нам остается делать с этим дням, потому что... Яблоня это памяти лаврика, тоже вот эти почки, как они были, так... Хотя, вроде, кажется, что... Хотя, вроде, вот здесь идет красник. Ну, кора не поврежденная, в отличие там от груши. Ну и побегов нижних тоже нету никаких. Вообще ничего не просыпается. Да, то есть она в каком-то анабиозе. А прививка, мне кажется, вот замазанная, тут закрученная чем-то. Вот прививка. Это первый год, это второй год. Ну, будем наблюдать. Еще одна яблоня мелба. Тоже ничего не происходит. Все плохо. Да, все как-то вот... Вроде и не засохшая мы подрезали, проверяли веточки. Ну, вот там снизу тоже вот есть побег. Вот, видно. Видно, да, побег, наверное? Видно, да, вот он. Вот он, да. Ну, здесь тоже кора слезла. Мы намазали варом. Ну, в общем, так же наблюдаем. Так что корни явно не погибшие. А вот сверху, видимо, на зиму мы достаточно не утеплили. Точнее, мы никак вообще не утепляли. Мы закрывали только сеткой, чтобы не погрызли зайца или прочая там живность. А надо было, наверное, накрыть верхушки. Да, к сожалению, нам в питомнике таких рекомендаций никто не давал. Кто может что-то подсказать или посоветовать по поводу саженцев, пожалуйста, пишите в комментариях под видео. Мы будем очень рады. А вот смородина. Везде ягодки. Я цветочки показывал. Потому что две недели назад мы снимали. Вот. Видите? То есть нас в питомнике и обманули. Ну, везде, везде. Ну, понятно, что сейчас не может быть большого урожая. Но, однако же, нам большой урожай никто и не обещал. Вот, видите, все везде хорошо. А так у нас накрыта молодая рассада ультрасилом, чтобы она не сгорала на солнце. Сейчас дни солнечные. Только посадили. Вот два-три дня здесь кабачки, здесь помидоры. Посидят так два-три дня, потом открываем. Значит, повторюсь, кому интересно, где находится питомник, пишите в свой адрес электронной почты, я отвечу. И все-таки вот грушу августовская роса, которую пришлось обрезать. Вот побеги от корня пошли. Потому что, видите, все тут засохшее. Даже нету ни зеленого камбия, ничего. То есть, видимо, все-таки мы ее заморозили. Вот и такая же история у нас с яблони мелба. Яблони также пришлось вот обрезать. Сейчас покажу. Вот видите, тут все коричневое. Вот до начала зеленого камбия подрезали. Потому что даже вот побег боковой был. Пробовали поставить его в стакан с водой дома. Нет, почки так и не ожили. Ну, вот выше, похоже, выше прививки все-таки идут вот эти побеги. Ну, будем, наверное, из них тогда выращивать. Будем наблюдать дальше, что получится. Вот яблоня памяти лаврика. Вообще никаких признаков, ничего нету. В то же время видно, что вот здесь вот кора, вот она светлая. Явно не погибшая. И вот веточка даже на макушке, видите, ничего не ломается, гнется. Но мы ее пока не трогаем, посмотрим, что будет дальше. Спустя несколько дней на яблони тоже появились побеги внизу. Вот эти. Так что продолжаем наблюдать. А вот верхушка все равно как спала, так и спит. Хотя, вот видите, она гибкая, мягкая. Значит, корень по-любому жив. Ну, только понять бы, где прививка. Ну, вот наш саженец памяти лаврика. Подрастают эти побеги. Вот здесь есть повыше. Смотри, тля. Тля надо обрабатывать. Вон, смотри, сколько тлей. Вот с этой стороны хорошо видно. Так что побеги от корешка пошли. Даже там повыше над прививкой. Это хорошо. Вот. Ну, а макушка. Макушка. Вот она, видите, все ломается. Если она была гибкая, теперь она уже сломалась совсем. Так что мы сейчас подрежем. Да, даже вот видно, что подсохшая. Видно. Можно даже ниже. Да, тоже сухая. Как она не старалась. Ну, здесь оставим. Да, вот уже светленькая. Ну, что ж. Пусть отсюда растет. Сейчас мы обработаем оттри. Так, ну, теперь подождем, какая ветка будет сильнее всех из верхних. И лишнее потом обрежем. Будем формировать из нее стволик. Так, как вот здесь сделали. Это у нас мелба. Да, мелба. Вот, видите. Вот отсюда будем уже стволик формировать. О, слеп мне сейчас сожрут. Груша Чижовская прекрасно себя чувствует. Видите, какие хорошие атласные листики. Все хорошо. А вот и первый ненужный товарищ. Сейчас будем разбираться, кто это такой. Так, конец июня. На кустах смородины много сейчас зеленых ягод. Они начинают уже потихонечку зреть. Уже белеют. Некоторые даже краснеют. И мы боимся, что не успеем быстрее птиц собрать эти ягоды. Поэтому из подручного материала мы сделали вот такие чехлы, коконы, как хотите их называйте. Вот это, например... Да, красота неописуемая. Вот это, например, валялась у нас тюль какая-то старая, уже лет 15 по чуланам. Ну, мы решили вот воспользоваться. Сделали здесь просто деревянные вот такие опоры. Ну, и накинули. И завязали. Чтобы дрозды и прочие товарищи не залезли быстрее нас. Вот. Или вот такая вот зеленая эта сетка капроновая. Вроде бы как она специально для этого. Но у нас тоже какая-то старая валялась. Вот мы и воспользовались ею. Ну, чтобы не тратить деньги из-за этих летучих голландцев, которые быстрее нас хотят все это сожрать. Вот воспользовались тем, что есть на даче. Наверняка у каждого есть что-то такое в чуланах. Сегодня 31 июля. Сегодня будем снимать вот эти все сеточки с кустов смородины. Мои ягоды вроде как спасли от налетчиков, от дроздов. Ну, начнем. Так, это у нас красная смородина. О, какие ягодки красивые. 50. Да, листики вверху, конечно, немножечко. Надо посвободнее делать. Посвободнее надо делать. Ну, это мы как экспериментально. Это название, как оно называется, сорт? Ролан. Ролан. На, держи тарелочку. Сейчас посмотрим, как выглядят плоды. Итак, вот сорт Ролан. Ну, с горошиной хороший размер ягод. Попробуй. Вкусные, кислые и сладкие. Как на вкус. Ну, красная смородина есть красная смородина. Ну, ладно, пойдем к белой смородине. Где ягоды, вон ягоды. Вижу, вижу ягоды. Вот они тоже достаточно крупные. Сорт называется Версальская белая. Вон ягодки. Да, их немного, потому что осенью только мы посадили. Но, как нам обещали в питомнике, что будет небольшой урожай, так оно и есть. Так, ну, попробуем. Ну, тоже, да, с горошину. Что на вкус. Даже, трудно сказать. Ну, слаще, чем красная, да. Даже сахаристость такая присутствует. Еще раз, как называется? Версальская белая. Хороший сорт. Так, здесь так называемая розовая. Ну, действительно, да, цвет розовый. Крупная. Крупнее, чем предыдущие. Ну-ка. Ну, так же немного, но тем не менее, да, покрупнее. Крупнее, чем горошина. Так, а что на вкус. Ммм, обалденно. Очень вкусно. Ну, с кислинкой, правда, белая послаще. С лени-бирочку с названием мы куда-то потеряли. Поэтому не можем сказать, как называется. Здесь у нас завязана черная смородина. Ну, тут вообще, смотрите, какие огромные плоды. Два раза, наверное, больше, чем горошины. Много. Много. Сейчас мы на тарелочку. Так. Сорт называется Вилой. Вилой название сорта. Ну, что ж, очень неплохо. Вон такой крупный. На руку положить. Огромный прям. Сейчас попробуем. Ммм. Ну, как сюда черная смородина с легкой кислинкой? Сладкая. Но очень сладкая, да. Хорошая. Пойдем к следующему. Еще один кустик черной смородины. Да, вот мы не учли, конечно, что надо все-таки иметь доступ. Мы месяц назад ее закрыли и больше не открывали. И листья кто-то нам, конечно, погрыз. Спасали от птиц. Но от всевозможных жучков, видимо, мы все-таки ее до конца не спасли. Так же ягода очень крупная. Еще крупнее, чем те. Так, где у нас название пигмей? Вот название сорта пигмей. Так, ну-ка, сними несколько. Ну, как говорится, век живи, век учись. Значит, на следующий сезон будем делать какие-то заграждения из сеток, но чтобы иметь доступ к кустам. Перезрело, да? Да. Ну, вот, видите, значит, это ранний сорт. Ммм, интересный вкус. Очень интересный. Ну, прямо тает во рту. Сорт пигмей. Следной кустик черной смородины. Это, по-моему, тоже пигмей, не знаешь? Нет, не пигмей. Какой это сорт, на к сожалению, тоже не знаем. Но сорт хороший. Это тоже из питомника. Смотрите, это тоже какие крупные ягоды. Покажи в руке. О, ничего себе. Огроменные. Пока на вкус сорт. Вкуснятина. Да. Так что, вот такой в питомнике нам дали вот такие солнца. Осенью мы их высадили, как вы видели в начале ролика. И вот в этом году, в этом сезоне уже получили вот такой вот урожай. Для подготовки кустов к зимовке почти стихами. Вот. Мы сначала обкашиваем траву вокруг кустов. Убираем мульчу, которая там была, чтобы под ней не собирались различные вредители. Они очень любят зимовать, как под одеялом. Вот все это загребаем. То, что летом лежало. Эта скошенную траву мы сюда подсыпали. Ну вот, под кустиком мы все очистили. Значит, теперь мы внесем удобрение без азота на зиму под кормку. И также опрыскаем бордовской жидкостью. И на этом подготовка к зиме будет окончена. Вот так кусты выглядят после уборки старой мульчи с травой, которая проросла. Сейчас мы это уберем и добавим подкормки удобрений. Время время вы почистите. Посмотрите. Когда я движения после уборки старайтесь. Все оставляем стюльный. Как раз. Время время оттяжение. Время время оттяжение. Уговор в два кусты和 в недвижимость. Время время бы fatto. Исты. Высок socio-гото. Высоком. 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 подкормили калийно-фосфорными удобрениями полили что полили бордоской водой а ну правильно естественно добавили удобрение и попалили водой потом опрыскали бордоской жидкостью их все у нас 3 если вы да в этом сюжете мы же вам показывали что пришлось обрезать потому что они замерзли видимо вот видите тот ствол который был основной вот теперь боковой побег будем формировать ствол новый он над прививкой будем делать из этого дерева таких у нас три товарища друша августовская роса яблоня и оба победа будем формировать ствол так памяти лаврика тоже яблоня так же здесь мы все наверное вот это поставил этот росточек наверное мы потом ликвидируем вот и в этом году так как они у нас подмерзли прошлой зимой мы будем накрывать но видимо мешковиной накроем также сетки как прошлый сезон чтобы зайцы не грызли сверху мешковиной потому что видимо все таки ледяной дождь который был прошлом году сделал свое дело и корневая система осталась не тронутой все хорошо а вверх полопалась кора ну и соответственно не росло ничего так начало ноября мы подготавливаем к зиме наши саженцы вот как в прошлом году опять эти сетка их закрыли чтобы зайцы не грызли но кроме этого учитывая опыт прошлой зимы сверху накроем вот так вот мельком ледяных дождей потому что как мы считаем что прошлом году у нас из-за ледяных дождей вот про растрескалась кора и чуть не погибли здесь груша она высокая это груша чижевского поэтому сделали вот такой каркас из труп полипропиленовых которые там были у нас сарае таким вот образом вигвамом вот ну и также накроем ведь она высокая и будем надеяться что этой зимой ничего с этими саженцами как они уже второгодки у нас считаются ничего не случится на этом мы завершаем наш рассказ годовой цикл наших саженцев из питомника как мы обновили сад как мы ездили в питомник об этом можно посмотреть ролики ссылочки будет в описании под видео обязательно и кому интересно повторяю может задать вопрос я отвечу где мы это все покупали смотрите наш канал у нас много интересного разнообразного также есть технические ролики выходите на плейлисты смотрите не забывайте ставить лайк кому понравилось на этом всем пока у нас не забывайте ставить лайк